Приветствую вас, дорогие друзья! Мы всей семьей уезжаем в Питер, будем искать в Эрмитаже вдохновение, ну и погуляем по мостикам. Вообще хотим поднять себе настроение. Хочу поделиться с вами тем, что я беру с собой. У меня вот такие вот три косметички. Сейчас мы вместе с вами все сложим. Вот такая вот косметичка. Вот видите, тут у нее уже таблеточки. Я положила драмину, салфеточки, ручку. Вот эта косметичка очень удобна тем, что ее можно просто вот так вот взять за ручки и переложить в любую-другую сумку. Здесь довольно много отделений, все они закрываются. Середина не закрывается, то есть сюда можно положить книжку, ну какие-то документы и просто целиком убрать в дорожную сумку. Это очень удобно. Частично будем убирать сюда все, что я беру с собой. Все, что необходимо мне будет в сумочке, вот в такую маленькую косметичку. Ну и какие-то предметы гигиены буду убирать в гламбек. Так, поехали. Конечно же, обязательно беру с собой для того, чтобы снимать макияж и правильно очищать свое лицо. Масло бобовых. Это Mizon Natural Crane. Очень хорошее масло. У нее, кстати, дозатор, который фиксируется. Вот видите, я не могу сейчас на него нажать. То есть фактически его можно брать с собой смело. Поэтому беру, снимаю обязательно макияж этим средством. Лосьон без спирта. Силициловый лосьон. Пользуюсь им как тоником. Сейчас там совсем мало осталось этого средства. И я разбавила его обычным тоником, который использую каждый день. То есть именно вот эти 5-6 дней, которые ему там будет, мне как раз хватит. Буду использовать вот такой вот лосьончик от Hada Labo. То есть это как сыворотка лосьон с гиалуроновой кислотой. Дорожный вариант, очень удобный. Я думаю, что за это время я как раз его использую на декольте и на лицо. Обязательно беру с собой вот такие вот спреи, которые делаю сама. Делаю такие гиалуроновые спреи. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Топно переливаю вот в такие вот маленькие баночки с пульверизатором. И беру с собой, ношу везде все время. Поэтому кладу вот в эту косметичку. Витекс белорусская косметика. Буду брать с собой крем для век. Мне он очень нравится. Ну, ретинол и магний. В общем-то обновление кожи. Очень хороший увлажняющий крем. Я уже израсходовала его половинку. Не знаю, видно там или нет. Но в Беларуси я. Привет! Я знаю, что вы меня смотрите. Привет! Спасибо вам огромное. Очень хорошая косметика. Кстати, это не последнее белорусское средство, которое беру с собой. Ранее никогда не пользовалась. Но вот в этом году очень счастлива, что открыла для себя белорусскую косметику. Чтобы очистить свою кожу, умыться качественно, как следует, буду брать вот такой вот Снайлер Пей Фом Клинсер. То есть это с улиточкой пенка. Тоже от Мизон. То есть у меня уже два средства сейчас от Мизон. Сейчас покажу вам третье. Неплохо пенится. Не пересушивает мне кожу. Мне очень нравятся такие пенки. Приобретаю все это на iHerb. Ссылочку оставляю вам в описании ролика на скидку 5%. Пользуйтесь, пожалуйста. Думаю, что вам будет приятно получить скидку. Ну, в принципе, там демократичная, очень ценная. И корейскую косметику, а это корейское средство Мизон, можно приобрести по очень-очень выгодным ценам. Здесь 60 мл. Такой не совсем прям дорожный вариант. Я думаю, мне его хватит надолго. Мне очень нравятся эти пенки. Увлажнять лицо буду и днем, и вечером одним кремом. Очень многофункциональный крем. Тоже от Мизон. Опять же, там заказывала. Тоже на iHerb. Header Full Solution Water Volume Aqua Gel Cream. Очень хороший, очень легкий. Показывала вам его в своих летних средствах. Его практически не видно. Он моментально впитывается. Просто обалденная штучка. Мне очень нравится. Но вот именно на лето. Это упражнение мне для моей суховатой местами кожи. Вообще она у меня смешанная, зонатая, жирноватая бывает. Для моей смешанной, склонной к сухости кожи, этого средства вполне достаточно и утром, и вечером, на лето в поездках. Обязательно буду оберегать себя от солнечных лучей. UVI, UVB. Это Clorans. Мне нравится это средство. Очень быстро впитывается. Смотрите, насколько быстро. Сейчас покажу вам. Хотя очень кремовое. Очень увлажняющее. Очень питательное средство. Здесь много уходовых компонентов. По поводу SPF. Готовлю для вас видео. Взяла интервью у химика. Это, думаю, будет очень важный ролик, в котором действительно профессионал. Не ютубер, не врач, не косметолог, а именно химик расскажет вам о том, что такое SPF, всю правду и все мифы раскроет. Так что вот такой SPF беру. Наношу на лицо, на зону декольте, ну и, соответственно, на ручки, если открытые футболочки. Так, хочу попробовать вот такой вот кедровый гель для душа. Поэтому беру для всех питательный крем-гель для душа. Попробую. Не знаю, ни разу не пробовала вот такие кремы-гели для душа. Это кедр Агафьи, бабушки Агафьи, секреты сибирской травницы. Ну, я так думаю, что это, да, секреты бабушки Агафьи. Кто пользовался, интересно, для меня было бы любопытно. У меня всегда были люксовые средства. Расскажите, пожалуйста, если кто-то пользовался. Это будем убирать сюда. Шампунь и кондиционер. Возьму с собой попробовать. Керасис, не знаю, не пробовала. Кто пробовал, напишите, пожалуйста. Для меня будет абсолютный эксперимент. Попались мне в какой-то коробочке красоты. Итак, Натура Сибирика. Вот такой вот шампунь для всех типов волос. Надеюсь, вам видно. Немножечко бликует, простите, иногда камера. 99% натуральных ингредиентов. Ага. Ну, я думаю, что, в принципе, за 5-6 дней, сколько мы там будем, я не очень часто буду пыть волосы. И мне лично хватит. Дочка и муж берут свои шампуни отдельно. Ну, для меня будет достаточно. Я как раз попробую и потом расскажу вам, что это за шампунь. Так, причесываться буду вот такой вот штучкой. Мне она очень нравится. Мягкая. Заказывала когда-то давно на Алиэкспресс. Ну, вот, слава богу, дошла. 15 посылок были потеряны. Она дошла. Теперь понтин прави. Мгновенный объем. Дополнительный объем. Несмываемый уход. Опять же, посоветовала с химиком. В составе у него крахмалистые соединения. Именно поэтому его можно не смывать. Не опасное средство хорошо фиксирует волосы. То есть, в основном, использую его не для объема, потому что у меня и так довольно объемные кудрявые волосы. Укладываю их так, чтобы волосы в разные стороны дыбом не стояли. А вот это как раз средство очень хорошо их укладывает и фиксирует. Так, ну, тут у нас уже прямо полненький практически. Идёмся дальше. Следующее, что я возьму с собой, вот такое вот зеркальце. Очень удобное, маленькое, тоненькое. Заказывала тоже на Алиэкспресс. Очень легкое. Так, ну, давайте для глаз обязательно ввожу с собой артеллак. Всплеск – это, как я вам уже показывала, капельки для глаз, чтобы глазки не сохли. Здесь гиалуроновая кислота, натуральная как бы слеза. Визин классический для того, чтобы снимать покраснение. И, кстати, не только глаз. Вокруг носа прекрасно снимает воспаление. Такие покраснения. И на подбородочке. Если есть, у кого-то кто-то страдает, розоцей. Вот, кстати, попробуйте одна из моих находок. Вообще, смотрите мои видео с находками. Там много такого всего интересного. Так, ну и из уходовых средств у меня остался вот такой вот крем. Я недавно приобрела этот крем на iHerb в пробниках. Dry and Crack it Skin Balm. То есть, вот такой бальзам. И там столько масел, что я просто даже вам перечислить не могу. То есть, он похож на наш спасатель. То есть, полностью натуральный. Он очень густой, но он отлично впитывается. Чуть-чуть аромат звездочки есть. Этот аромат очень быстро улетучивается. Буду наносить его на руки и на ноги. Ну, то есть, везде, где только потребуется, где будет сухая кожа. Не хочу тащить с собой огромные банки с кремом для тела. Я думаю, вот этого мне лично вполне будет достаточно. Самое интересное. Pour Light возьму с собой флошек, кушан. Кубочка сейчас у него сушится. Положу ее сюда. Постоянно мою. Очень хороший. Хорошо мотирует кожу. Совершенно нет на него никакого раздражения. Аромата у него также нет. Вещи очень-очень хорошие. Кстати, из него ничего не течет. В дороге можно брать с собой смело. Дорожный вариант у меня такой. Мой Джованши. Любимая пудрачка. Она вот такая вот. В квадратике я их смешиваю. Мне она нравится. Матирует немного. Не сильно видно ее на лице. Очень хорошая пудра. Здесь, кстати, такая вот кисточка. Я люблю пользоваться именно кисточками для пудры. Хочу ее допользовать, поэтому беру с собой везде. Возьму с собой вот такую вот палеточку от Катрис. Здесь очень неплохие, как вы видите, цвета. Оттеночки довольно светлые. Вот есть скульптор. Даже, ну, я с трудом называю это скульптором. Я думаю, что ему можно делать стрелочки. Здесь вот такой вот уже больше похож на скульптор. Но меня-то как раз больше интересуют все вот эти вот оттенки. Нюдовые, светленькие, хорошие. Здесь можно найти и хайлайтерные вот такого вот плана. То есть и вот такого. То есть не нужно с собой многое возить. Можно взять просто одну палеточку и пользоваться. С блестками здесь теней нет. Слава богу, все сатиновые практически. Очень приятно лежат на коже. Не сыпятся. В общем, меня вполне устраивает. Для нанесения макияжа буду использовать вот такие вот две кисточки от Эко Тулс. Одна для нанесения, вторая для растушевки. И беру с собой в дорогу вот такую вот кисточку дорожного варианта. Ноу-нейм. То есть она, я не знаю, что за производитель. Заказывала тоже на Алиэкспресс. Довольно пушистая, очень мягкая. Подойдет и для пудры, и подойдет для румян. Все кисточки всегда упаковываю вот такие вот кейсы, в которых они сохраняют свою чистоту и не раскатываются по сумке. Так, и следующий кейсик. Такой у меня для ногтей. Давайте сейчас посмотрим, что там. Консилер от Catrice. Liquid Camouflage High Cover Concealer. Ну, в принципе, довольно светлый он у меня. В номере 0,10. Хорошо скрывают недостатки. Обычно пригождается не только мне, но и всей нашей семье. Какой-то, может быть, прыщик. Какая-то царапинка. Прекрасно замазывает. Под глаза его наношут. Ближе у основания глаза, ближе к носу. Дальше не наношу. Ну, чувствительные глазки. И довольно сухая кожа под глазами берегу. Вот этим консилером будем пользоваться, я думаю, все. Это чудесное средство Brow Drama от Maybelline. Сейчас у меня брови и волосы чуть подкрашены масочкой полезной, которую я использую в качестве краски для волос. Смотрите мои видео, кому интересно, кто любит каштановые оценки на волосах. Не потребуется брать с собой никакие другие средства, кроме вот этого. Очень легкая золотинка. Вот такая маленькая кисточка пушистенькая. Что я беру с собой из туши? Беру Гурмандис. Французская, очень бюджетная косметика. Найти ее можно в больших магазинах косметических. Нон-стоп-волюм. Ну, в общем, такая. Не могу сказать, что очень сильно удлиняет. Но маленькая, удобная, коричневый у меня оттеночек. Хорошая, кстати, тушь. У меня она, по крайней мере, ну, я бы не сказала, что сильно сыпется. Конечно, уже под конец дня чуть-чуть. Так, немножечко. Так, какая у нее кисточка. Пушистая кисточка. Мне нравится. Ну, небольшая кисточка, довольно пушистая, мягкая. Не всегда люблю силиконовые кисточки, особенно большие. Иногда они задевают больно за глаз. Дорожная, мягенькая, непроливаячка. Мне нравится. Обещала себе, что помад много брать не буду. Ну, и вот, вуаля, опять три штуки. Еще целых два карандаша, я так сейчас смотрю. Да. Ну, ладно. Вот такая вот помадка. Дорожный вариант для художников. Kiko Pencil. Сейчас скажу, в каком это номере. 06. Очень, кстати, красивый цвет. Ну, он такой чуть-чуть, конечно, с перламутром. Но когда он расходится на губах, он такой довольно деликатный. Розовый получается. Такой нюдовый розовый оттенок. Тички просто в сумочку не страшно бросить. С него совсем не снимается колпачок. Итальянская бюджетная косметика. У меня, кстати, есть тоже обзор по этой косметике. С распродажи. Очень много там средств разных со сводчами. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Иль Глосс Диваж. Показывала вам это средство. Этот блеск для губ. Очень красивые нюдовые такие вот оттеночки. Легкие, блестящие. То есть, в принципе, одну можно наносить на другую. Вам эти средства в качестве аналогов люксовой косметики. По своему такому влажному финишу на губах средства это очень-очень похоже на люксовые средства. Поэтому посмотрите, кому интересно, где я сравниваю эти помады с люксовыми. Конечно, люкс визаж. Куда же без него? Нравятся мне эти средства. Опять привет Белоруссии. Дрим. Серия Дрим. Вот такая вот помада со скошенным верхом. У меня тоже ролик с обзором этой косметики. Очень яркая, красивая, дуохромная помада. Вот видите, она дуохромит. Очень красивая. Да, не могу себе отказать в хорошей помадке. Тем более по такой смешной цене. Очень красивая упаковочка. Хорошо держится, не вываливается. То есть, беру с собой все по принципу того, что она очень прочная. Ну и два карандашика для губ, для стойкости. Один вот такой более светлый. Совсем прям светлый. Холодноватый оттенок. Опять же, карандашик люкс визаж. Чудесно он. Совершенно чудесно смотрится на губах. Такой холодноватый розово-бежевый цвет. Вот такой. Сейчас его обязательно наточу посильнее. Очень хорошие мягкие карандашики. Немножко сушащие, конечно. Они очень такие матовые. Но вот кто любит матовый оттенок. Ну и тоже у меня есть ролик о Golden Rose. Вот карандашик, который я беру с собой. Он уже такой более насыщенный. Подойдет как раз вот под эту вот помаду люкс визаж. Вот такой. Вот 512 это номер. Что-то она у меня уже толстенькая какая-то очень. Ну, пока место еще есть. Обязательно буду брать с собой вот такой вот блеск. Вот стендерс. Это с натуральным маслом. Липбам. Такой бальзам с натуральным маслом розы. Видите, он сверху. У меня чуть-чуть испачкан помадкой. Это все от того, что я увлажняю им. То есть наношу сверху. Вот на такие вот сушащие карандашики. И они получаются прям вот как помада. Держатся долго одновременно. Да, и не сушат губы. Вообще, я люблю многие средства вот этой прибалтийской компании. Стендерс. Начиная от хорошего мыла качественного. И вот сейчас у меня еще духи даже есть. Тоже белорусская косметика. Фор Ванш. Чудесный, чудесный карандаш. Очень красивый ореховый такой цвет. Делать им можно абсолютно все. Маленькие стрелочки он рисует. И можно его в том числе растушевывать кисточкой, которую вот я как раз беру с собой. И делать растушеванные стрелки. Быстрый макияж с помощью таких карандашиков я вам показывала. То есть это карандаш с маслом Жужуба. Он такой масляный. 0,2 номер. Так, ну и у нас последнее с вами средство. В принципе, ну, из основного того, что я хочу брать с собой. Вот такой гаджет. Я беру везде его с собой. Закачиваю туда свои любимые духи, в которыми в данный момент пользуюсь. Сейчас там Коко Шанель. И мне нравится перевозить не целый бутылек, да, а вот такой вот маленький. Едем туда мы на Сапсане. Это поезд для тех, кто не знает Ленинградского вокзала. Кстати, по стоимости он точно такой же, как и самолет. Обратно, наверное, будем возвращаться на самолете. Ну, просто хотелось попробовать на Сапсане. Мы с вами все собрали. Спасибо большое, что вы мне помогли это сделать. Сейчас какое-то время, может быть, дней 5 или 6, я не смогу выпускать новые ролики. Зато буду записывать для вас влог в Санкт-Петербурге. Ходить по красивым местам. И потом все обязательно вам покажу. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, видео было для вас полезным. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!